Молитва с такой просьбой. И текст на сегодня... А Михаил где? На детском. Там слушающие. Прямо у нас все в детском. Текст на сегодня это послание апостола Петра. Ко всем нам. Тут слово есть. И сами как живые камни. Живые камни на мы. Аминь. И сами. Вы сами как живые камни. Устрояйте из себя дом духовный. Священство святое. Для чего? Чтобы ходить. Вот так вот. О, я святой, священник. Так, да? Чтобы так руку... Быстрее. Ну для этого, да? Устрояйте из себя. Да нет. Тут написано дальше, чтобы. То есть, для того, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Я почему подчеркнул вот эти слова, духовные жертвы, это так и будет называться проповедь. Это вы, передайте Михаилу. Духовные жертвы, благоприятные Богу. А то он ко мне подходит, и говорит, как проповедь назвать? Ну если, естественно, если он там, на служении, как он, если он ее не слышал, правильно? Да как он может ее не слышать? Вот. Так что ему передайте. Что значит жертва? Что это означает? Жертва. Это значит что-то отдать, да? Оторвать от себя. Что-то очень нужное, важное, полезное. Это значит пожертвовало. И в этом мире так все устроено, что сложно что-то получить, ничего не отдавая. Ну и так. За все нужно как-то платить, что-то нужно отдавать. Практически все в этом мире требует жертв. Вы согласны с этим? Да. Все. Но важно понимать нам, как верующим, что мы жертвуем. Как мы это делаем. Кому мы жертвуем. Для чего жертвуем. И естественно, каков будет результат. Ферштейн? Понятно. Понимаете, да, о чем я хочу сказать. Это не просто взял, что-то там бросил, кинул, отдал. Это должно уйти от сердца. Для чего? Кому? Зачем? Служение Богу вообще-то всегда требует максимальной отдачи. Максимальной. В Библии есть масса замечательных тому примеров. Ну, например. Первый из них. Бодиен. Всем вам известный текст. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Не просто там кто-то там какой-то там приблудный. Единственный твой, которого ты любишь, очень любишь. И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение. Ужасная смерть, да? На одной из гор, которые я скажу тебе. Вот многие люди, допустим, когда приходят в первый раз на служение и слышат нечто подобное, они считают, что мы такие злые люди, жертвоприношения приносим, детей и тому подобное. Ну, вот так вот, да, можно услышать. Ну, что это за безобразие такое? И многие, слыша, читая эти слова, говорят, да это так жестоко. Да, звучит, конечно, ужасно. Но мы-то знаем окончание этой истории. Правда, да? Мы-то, верующие, знаем дальше, что произошло. Что Бог остановил Арама в самый последний момент. Когда Он уже занес руку с ножом над отроком. Ну, тогда возникает вопрос. Ну, а зачем это все было нужно? Какой смысл? Так вот, смысл-то был, но большой смысл. Хоть и жестокий, но... Смысл в проверке верности и истинности посвящения Арама. Истинной любви и послушания Богу. Принеси Сына Своего, единственного, которого Ты любишь. Ну, это, опять же, Ветхий Завет, да, можно сказать. Ну, это варварство, там вообще, там столько крови. Новый Завет тоже говорит нам о жертвах Богу. И о качестве этих жертв. Всем вам известный текст, опять-таки, к римлянам. Это у нас на главном частном вопросе. Но я сократил его. Именно на то, что нас сейчас интересует. Итак, умоляю вас, братья, вилосердие Божие. Предоставьте тела ваши в жертву. Тела ваши. А что в теле вашем? Воля, ум, чувства, эмоции. Тела ваши в жертву. Живую, святую, волную. Нет, умирать не нужно. Под танки бросаться сейчас не нужно. И для чего это? Для разумного служения вашего. Интересно. Каждое слово... Можно просто прочитать. Искать о том, аминь, все. Нет, вдуматься. Жертва живая, не мертвая, святая, благая. И еще для разумного служения. То есть, не пассивного какого-то служения. Не абы как, спустя рукава. И не из фанатизма. Нет, не мертвого. И вот возникает вопрос. Так что жертву? И чем же мы можем и должны жертвовать? Вот Авраам, как мы видели, он готов был привезти самое дорогое, что у него было. Сына своего. Единственного, одинородного, любимого. А каких жертвов Господь ждет от нас? Ну, прежде всего, это, конечно, наша жизнь. Наша жизнь. Посвятить себя самого Богу. Всего себе. И не ради корости. Не ради власти какой-то. почета, вот материальных благословений. Но из усердия и любви к нему. Вы понимаете разницу? Посвятить себя Богу. Но для чего? И что должно быть мотивом? Усердие и любовь к нему. Благодарность. И первое, конечно, наша жизнь, это такое понятие обширное. Прежде всего, это наше сердце. Покаяние, обращение и посвящение. Вы знаете, это уже подвиг. Я вот честно вам скажу, это уже подвиг. Покаяние, обращение и посвящение. Сломать себя. Наступить на себя, на свою гордыню. Самомнение. Это дорогого стоит. Кто прошел эти этапы, знает, как это случилось. И вот это настоящая жертва. Это настоящая жертва. Я вам это подтвержу сейчас. Посмотрите, два текста. Жертва Богу, дух сокрушенный. Не дух гордый и превознесенный, а сокрушенный. Он не презрит такого сердца. Он пребудет с таким сердцем. И второй текст. Ибо так говорит. Не я это говорю. Не я. Так говорит высокий и превознесенный. Вечно живущий. Святое имя его. Что он говорит? Я живу на высоте небеса. Его святилище. Да. Но и так же сокрушенным и смиренным сердцем. Аминь. 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 Если вы пройдете эти этапы покаяния, обращения, всемирного посвящения, то Бог будет жить у вас. Творец неба и земли. Великий всемогущий, он будет жить у вас. Я так составил слово, что будет параллель идти в Ветхий Завет и Новый. Потому что Ветхий Завет поясняет, какие жертвы у нас сейчас. Понятно. Как бы прообразы. В Ветхом Завете была жертва за грех. Основная жертва за грех. И она символизировала духовное очищение. А для нас, живущих уже в Новый Завет, это покаяние. Но вы знаете, можно так легко сказать, покаяться. Но это что значит? Это признать себя падшим грешником. Грязным грешником. Ничего не заслуживающим. Ну как же? Это ж я. Признать себя грешником. Захотеть оставить грехи свои. Искренне помолиться Всевышнему. Припасть к Нему на. Сломать, растоптать свою гордыню. К сожалению, многие это сделать не могут. Или не хотят. Хотя это первая жертва угодная Богу. Это начало нашего пути. Это первое жертва. Покаяние как обращение. Еще раз говорю. Покаяние как обращение к Богу. Ты развернулся на 180 градусов, но пошел к Нему. Это как начало новой жизни. Которая уже основана, эта жизнь, не на твоих желаниях. Но по Божьему принципу. Это первая и очень важная и необходимая жертва угодная Богу. Аминь. В разумении. Дальше. Но есть покаяние как ежедневное очищение. Зачем он угодит? Мы каждый день своими мыслями, словами, делами, поступками, чувствами. Даже порой на них не обращаем внимания. Мы много ими согрешаем. То там позавидовал, то там позвожелал, то там еще что-то. Мы много согрешаем. Но если хотим иметь нормальную, радостную, полноценную жизнь здесь, на земле, то нужно совершать вот это покаяние очищением. Об этом нам сказал еще Иисус. Вот такими словами. Иисус говорит Петру, а мы-то ему нужно только ноги омыть. Потому что чист весь. И вы чисты. Но не все. Понимаете, это сказано... Вы помните, когда было? Да, на вечер. На чистый четверг, когда мы... Ну, в тарганной вечере. И он обрывал ноги. И когда Петр сказал, не смей ко мне прикасаться. Что это такое? Ты Господь, я ноги имел. Он сказал, ну, тогда не будешь иметь со мной части. Не будешь иметь? Ах! Тогда все нужно. Давай, не смей ко мне. Все ему давай, быстренько. Нет, говорит. Ты омыть слово. Ты понял, ты принял. У тебя было вот то покаяние первое, обращение. Ты пошел за мной. Но теперь... А мы там... Мы идем по этому миру и пачкаемся. Ноги наши пачкаются. Так? Об этот мир. Об эту грязь. Поэтому омы там нужно только ноги омыть. Вот это и есть покаяние, очищение. Он процесс постоянный, каждодневный и крайне необходим. Ну, пример такой. Ведь мы каждый день, да, утро, мы встаем и умываемся, правда? Там чистим зубки, да? Принимаем душ, там, стираемся, убираемся и так далее. А если этого делать не будем, то будем болеть и, извините, смердеть физически, да? Вот есть люди, так иногда подходят, запах такой, отрезвляющий, можно сказать. Неприятно, правда? То же самое происходит и в духовном мире. Если человек не приносит, в молитве покаяние, очищение, он смердеть начинает. А от него дурно пахнет духовно. Перед таинством причастия мы все проверяем свое хождение, да? Перед Богом. Я всегда вас предупреждаю, за неделю и исповеданием очищаем себя. Так? Вот текст, который всегда читается. Причастия, обычно, всегда. Да испытывает же себя человек. То есть мы смотрим в себя, испытываем и приносим, да? Богу в покаянное молитву. Зачем мы это делаем? Потому что кто ест и пьет эту святыню, эту таинство принимает, не рассуждая о теле Господня, от того многие из вас, что немощны, больны и немало умирают, оказывается. Почему? Ибо если бы мы судили сами, то есть были честными сами с собой, с Богом, то не были бы судимы. Но будучи же судимы, наказываемся от Бога болезнями, вот этими немощами, чтобы не быть осужденными с миром, чтобы, когда вы уйдете из этого мира, то да, чтобы вы были с Господом. Лучше вам пострадать здесь, сейчас, ужасно болеть, чем там вечно мучиться. К покаянию и ощущению, как я сказал, относится вот это понятие исповедание. То есть мы называем грех грехом. Мы видим его в себе и не прячем, не замазываем, а называем его, свой грех, обозначиваем его и осуждаем его грех. Это когда, осуждая свой грех, мы призываем свидетелю перед Богом еще одного или двух человек. Зачем? Чтобы наше обращение к Богу усилить их молитвой. Наше обращение усилить их молитвой. Поскольку в этот момент Господь особым образом присутствует среди нас, молящихся. Вот давайте два текста сейчас мы прочитаем. Смотрите, что говорит Иисус? Если двое из вас согласятся, просить, во всяком деле, то чего бы ни попросить им, будет вам это сам. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, посреди вас. Вот почему я вам говорю. Это не мое, извините, дебильное, какое-то глупое желание, когда я вам говорю, на причастие, встаньте по двое, по трое. Исповедайтесь друг перед другом. И это молитва, потому что ты будешь, а брат или сестра будет молиться за тебя. Смотрите, второй текст. Признавайтесь друг перед другом. В просторках, то есть в грехах. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может какая? Усиленное. Вот это вот усиленное. Почему я вам говорю, это не потому, что я вас заставляю. Или это вот брендило в голову. Я вот вас... Это важно. Я еще раз вам говорю, это очень важно. Это жертва Богу. И в исповедании очень важно понимать, что молитесь все-таки вы. Понимаете? В исповедании, это вы молитесь. Другой человек только участвует в ней. В вашей молитве. Присоединяется к вашей молитве, чтобы усилить ее. Вы понимаете? Я что-то новое говорю или нет? Чтобы усилить ее. Не слышу, аминь. Но он не молится вместо вас или за вас. Иначе исповедание не будет иметь силы, не будет иметь того действия, для которого оно призвано. А нечистота так и останется на вас. И последствия будут печальнее. И очень серьезные последствия вхождения пред Бога в вашем духовном росте. Покаяние и обращение – это первая жертва, которую Бог ждет от каждого человека. Первая. Ставьте циферку «один». Второе – это наша молитвенная жизнь. Очень просто. Это что-то новое? Нет. Вы все это знаете. Но второе – это наша молитвенная жизнь. Молитва – это разобор человека с Богом, Создателем, С Творцом. И она является приятным благомуханием пред лицом Его. Он обоняет, вот как мы шашлыкили, так вот Он обоняет нашу молитву. Пожалуйста. Да направится молитва моя, как филиам. Это благовольное, драгоценное пред лицо твое. Воздеяние рук моих, как жертвам вечерней. Молитва – я молюсь, воздевая руки. И это жертва Богу. Аминь. Вторая жертва. Символом в Ветхом Завете был золотой жертвенник. Золотой весь жертвенник. Воскуринник. Который стоял в святилище непосредственно перед завеской. Разделяющей святое от святоя святое. На нем священники приносили благовонное курение, которое олицетворяет молитвы верующих. И которое никто не мог приносить. И нигде более оно не могло быть. Кроме на этом золотом жертвеннике, стоящем перед святое святое, где находился ковчег завета. Вы знаете устройство? Вам не нужно пиво? Чтобы был общий двор, потом было святое, потом было святое святое. Здесь находился ковчег завета. А в ковчеге завета было три предмета. Кто знает? Поднимите рыв. Что там находилось? Скрижа Лизавета, посох Аарона рассветший и золотой суд, сосуд с манной небесной. Все это прообразы Иисуса Христа. И святое святое святое. Все ясно. Знаете, это уже хорошо. Чего вы смеетесь? Я очень серьезные вещи рассказываю. Вы смеетесь? Так что молитва это приятное благоухание Богу и жертва великая, которую мы приносим только Богу, только Ему и никому более. Никаким Девам Мариям, никаким Николаем Угодникам, Никаким Матронам, Александром Невским, ну и так дальше. Понимаете? Только Богу. Ну, скажите, я не... Я рад, что вы поддерживаете. Далее идет наша жизнь. Вот, значит, мы, якобы, покаяние, обращение, молитва, наша жизнь. Это время, силы, разум, способности, чему также соответствует жертва Ветхого Завета, приносимая по закону Моисеева, это жертва всесожжения яжи. Вот мы сейчас о ней прочитаем. Пожалуйста. Исход. 29-я лаванка. И сожги... Кого? Всего. Овна. Овна. Всего Овна. Не часть Овна. Нет. Всего Овна. Полностью. Это жертва всесожжения. Это всесожжение Господу. Благоухание приятное. Жертва Господу. Аминь. Жертва сжигалась полностью. Без остатка. Это и есть образ полного посвящения. Полной отдачи всего себя. Всего, что мы имеем. Вот, кстати, гимн. Все Иисусу отдают. Все нет. Всего Овна мы сжигаем. Или ляжку себе. Так, ну ладно. Понятно. Помимо этой жертвы совершалась еще и мирная жертва. И была очень новая. И они все прообразны нам. Нашим жертвам. И вот мы прочитаем. Сейчас это левит. Если кто приносит мирную жертву Господу. А она приносилась, исполняя обет. То есть я что-то пообещал Богу. Я приношу эту жертву. Как бы подтверждая. Или по усердию. Я хочу служить Господу. Я рад ему послужить. Вот из усердия я приношу. Там еще есть в одном месте. И по праздникам. То есть во время праздника я приношу мирную жертву. То есть прославляю Бога. И она из чего? Из крупного скота. Из мелкого. И она должна быть без порока. Чтобы быть угодной Богу. То есть не то, что на тебе Божий. То, что мне не Божий. Нет. Без порока. Чистое. Совершенное. Никакого порока не должно быть на ней. Вот тут опять-таки заложен глубокий смысл. Это благодарность. Усердие. В служении. Полное посвящение. Полное посвящение. Третье. Это жертва хвалы и благодарения. Ну. Ну следующий. Ну четвертый. Ну пускай будет. Ну нет. Ну вы просто отмечайте. Потом уже цифры поставите сами. Дома поставите. Да. Я перечисляю жертву. А вы там уже. Я не буду считать какая-то. Пятая, десятая. Это жертва хвалы и благодарения. Вот два текста. Псалом. Это Ветский Завет и Новый. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Там Бог говорит. Кто приносит мне жертву хвалу, тот чтит меня. И вот послание евреям. И так будем через Него. У нас новая есть возможность. Если там через жертвы, то у нас уже жертва есть. Иисус Христос. Да? И вот через эту жертву, через Него, через Иисуса Христа, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Непрестанно. Не от случая от случая. Не только в воскресенье, но каждый день. И не по одному разу на дню. То есть плод уст наших, проставляющих имя Его. Аминь. Аминь. Иными словами, славить и благодарить Бога нужно всегда и за все, за все, что мы имеем. Как вот и Дмитрий говорил. Прославлять и благодарить нужно в молитвах. И мы вспомним Отче наш. Мы всегда его читаем. Досвятится имя Твое. Допредит Царство. Это будет воля Твоя. И вообще любую молитву нужно следует начинать с прославления. Любую молитву. Не сразу. Боже, дай. Не надо так. Словословие, хвала, благодарение имеет огромную силу в Духовном Царстве. И они принадлежат только Богу. Еще раз говорю. Только Богу. А как прославлять? Вы знаете, вот опять, это я такой отвлекусь немножко, но тем не менее. Это надо вот так вот прославлять. Надо танцами прославлять. Надо там хлопать. Надо халилюя кричать. Надо то. Давайте. Текст один прочитали. Объяснить нам, как. Все знаете, самый последний псалом из книги Псалты. Хвалите Бога, да? Аллилуйя. Во святыне. Хвалите по муществу. Хвалите его со звуком труны. То есть на трунах. На псалтыре, на гусях, с тимпанами, ликами, танцами. Лики – это танцы. На струнах, и органе, на кемвалах. Все дышащее дохвалит Господа. Это псалом о чем говорит? Славить его можно. Как угодно. Лишь бы сердце было. В сердцах ваших воспевайте. Вы тут можете вытворять такие чудеса внешние, а сердце будет занятое. Вот что страшно. Так что на любых инструментах как угодно стучите, глупайте. Но это от души, это нормально. Когда это от сердца. Но чтобы совершать вот такое служение, вы обратите внимание, тут столько перечисленных инструментов, естественно, надо для них уметь играть. То есть использовать нужно свои таланты, прилагать усилия, жертвовать времени, чтобы учиться этому. Аминь. Аминь. Нельзя делать Божье дело небрежно. У пророка Иеремии, я не сделал этот текст, но я вам так скажу. 48 глава, 10 стих написано. Будь проклят тот, кто дело Божье делает небрежно. Вот вздумайтесь. Вот я вроде бы прихожу сюда. Я вроде бы как ведущий. Ну я это так делаю, бросовано. Ну есть время, я пришел. Нет времени, я не пришел. Захотелось, пришел. И захотелось, не пришел. Ну точно. Вы под проклятием. Понимаете? Это вас не пугает? И это тоже жертву, когда мы отдаем свои силы, умения, способности. в служении Богу. И при этом обучение, как правильно пославлять Бога, как правило, тоже требует много времени, сил, определенных средств, даже материальных. Ведь правда, надо идти на обучение, но преподавателя нужно платить. это является тоже жертвой Богу. Четвертое, или пятое, я не знаю, жертва общительности. Общение. Вот текст из Еврея. Не забывайте даже благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны. Опять-таки, благоугодны Богу. Это все благоугодны. И эта жертва может носить различные формы. Здесь и может быть апологетика, это такое страшное, защита библейских принципов. Это может быть и обучение библейское, то есть доктрина, наставление в истину. Это может быть и проповедь Евангелия вот этому погибающему миру, окружающему нас. Это может быть и обычное черепитие верующих людей. Ну, кто-то может сказать, ну, общаться так мы все можем. Какая тут жертва. Вы знаете, на такую жертву не все способны. И мы это знаем. Посмотрите на малые группы. Кто туда приходит? Практически одни и те же. Меньше полцеркви. Все. Почему? Нет этой жертвы. Вроде бы просто прийти попить чай и пообщаться вокруг слова. Нет возможности. вот это не так уж просто. Это не так уж просто. И еще вы знаете, на такую жертву не все способны, потому что это да, от Бога иметь терпение, мудрость, происходительность, понимание. ну поясню. А то я так чувствую, так можете сейчас не совсем это уразумить. Мы все разные. Аминь. Все. Есть умные, ну есть, так сказать, не очень. Есть спокойные, есть шумные, так, крикливые, эмоциональные. есть скромные, такие как мышки, есть наглые, есть вот они. Но все мы почему-то ходим в одну церковь. Вот что интересно. Все мы ходим в одну церковь. И каждому нужно иметь свой подход. Снисходить к любовью, с любовью прощать, стараться понять, принять, если нужно поддержать, посочувствовать, ну и так далее, и так далее. Ну вы понимаете, все вот эти качества. Признаюсь и каюсь. Вот я честно, только я там тихо-тихо буду говорить. Есть люди, на которых меня хватает минуты так на пять, не более. Ну есть трудные. Но я знаю знаком с одним замечательным братом, который обладает всеми этими качествами. Однажды я наблюдал за его общением с одной, я бы сказал, очень даже непростой женщиной, с сестрой, вот так, мягко скажем, непростой. я увидел, они беседовали и он так внимательно слушал, что-то отвечал, что-то спрашивал, улыбался там где-то, хмурился. Я подумал, насколько же его хватит знания. Но это не у нас, нет, это обрастой вообще семинар. прошло наверное где-то полчаса, они все еще общались. Ну, затем я так, они помолились, и она ушла, очень-очень такая довольная, радостная. и знаете, мне стало стыдно. Мне стало стыдно. И я понял, тогда я понял, вот она, вот эта жертва вообще. Вот это и есть жертва вообще. Не общаться с тем, кому тебе приятно, сладко. Это действительно живая жертва. Сколько нужно сил, терпения, мудрости и далеко не каждый способен так жертвовать, так самоотверженно посвящать себя Богу и людям. Есть еще один аспект жертвы общения, это способность убеждать. Это тоже очень важно. Именно в общении мы евангелизируем. Ведь так вспомним притчу Иисуса о большом пире и званных немалюдях. Помните все? И они как на подбор отказывались прийти, находя всякие причины веские. То тот женился, тот валак купил испытать, поле. Понятно, да? И что сказал? Господин сказал рабу, что пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы напомнился дом мой. И подсказываю, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых мало изгородяй. Аминь. И он еще сказал, я не напечатал этот текст, собери всех нищих, увечных, хромых, слепых и приведи, убеди прийти. так, да? И вот будьте немабельны, поймите, не заставлять, не упрашивать, не навязывать, а убеждать. Убедить. Как это сделать? Ну прежде всего, мы были на семинаре летом, ветерой. И там пастор сказал, я считаю, важную вещь. Нужно научиться находить людей, желающих и способных слушать и слышать. Желающих и способных не тратить время на тех, кто, извините, привел. Уметь объяснить человеку в доступной форме весть, чудо весть о спасении, о жизни вечной. И вот это практическая часть жертвы общения. Это практическая, очень важная часть. Ну можно возразить, раз вы сказали, что умение убеждать это же дар Божий. Не каждый обладает. Да. Но если мы не будем этого делать, как мы узнаем, есть ли у нас это так или нет? Ну ведь так. Если мы не будем практиковать, если мы не будем подходить к соседу, к соседке, с кем мы встретимся в магазине, не будем этого говорить. Только отмозим. И еще за нас это может сделать кто-то другой. Ну например свидетели стражевой башни. Они на это способны, да? Свидетели Бога. Или там мормоны ходят тоже пачками. Дьяволу важно, чтобы христиане, исповедующие Иисуса, молчали, не проповедовали и не убеждали никого. Но Писание нам говорит. Еще в Ветхие Заветы, посмотрите, Исаия, о вы, 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 напоминающие о Господе, говорящие о Господе, убеждающие, не умолкайте, не умолкайте, говорите. Ну и последние слова перед вознесением нашего Господа. Вы все знаете наизусть. Итак, идите и научите все народы, грести их во имя Отца, Семьи Святого Духа, и учая соблюдать все, что Я повелел Вам. Научите. Убедите, научите. Но научите чему-то, опять-таки, без общения, не имея общения, не имея контакта. Просто невозможно. Ведь так научить чему-то без контакта, без общения невозможно. И нам нужно научиться разговаривать с людьми на их языке, на понятном языке, не на религиозном языке. И замечательный пример это апостол Павел. Вы знаете это место, прекрасно, очень большой текст, я думаю, если вы начнете читать, supports, он сказал, ибо будучи свободен, он в свободе от всех, я всем поработил с собой. Дабы больше приобрести, единственное желание приобрести людей, убедить людей, для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных, подзаконных, для чужных законов, как чуж stance, eading, немощных, чтобы приобрести немощных, Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Чтобы убедить, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, для благой вести, для Господа, чтобы быть соучастником его. Аминь. Многие слышали, наверное, все смотрят программу «Время», в новости заходят. О казнях христиан в мусульманских странах. Страшные, конечно, вещи. Но вы знаете, что никто из них не отрекся от Христа. Они приняли эти изуверские мучения, но никто не отрекся. Они отдали себя в жертву, но сохранили верность Богу до конца. Вы знаете, что все апостолы, все, кроме одного Иоанна, умерли в насильственной смерти. За имя Иисуса Христа. И вы знаете, нам нужно быть готовым к любым испытаниям, к любым ситуациям. И об этом нас предупреждает, предупреждает Писание Матфея. Когда будут предупреждать вас на мучениях. Видите? На мучениях. Не в дом отдыха вас будут зазывать. Убивать вас. Будете ненавидимыми всеми. Ненавидимы вы будете. За имя Мое. И тогда соблазнятся многие. То есть придадут. И будут предавать друг друга. И возненавидят друг друга. И же пророки придут. И во многих охладеют любого. Но претерпевший же до конца спасется. Самое главное – спасение. И еще раз говорю, нам нужно быть готовыми к этому. К этим испытаниям. К любым испытаниям. И нас может немножко поддержать что-либо. Или в то же время высветить реалии, которые могут нас ждать. Это вот слова из Откровения. Говорите. Это души убиенных вопияли Господу. И что вам надо? И даны были каждому из них одежды пилой. То есть те, кто пострадали за Христа. Одежды пилой. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Они вопиют. Господи, да доколе же там будут издеваться над детьми твоими. Пока и сотрудники их, и братья их, то есть мы, которые будут убиты, как и они дополняют число. Да. Это мало приятные вещи. Но мы должны быть к ним готовы. Далее еще мы читали, жертва по обету, да, по обещанию. Есть жертва, я хочу вам сказать, исключительно добровольная. Там из усердия и по обещанию. Добровольная. Бог этого не требует. Но я хочу сказать, мы мастаки пообещать. Ох, как мы любим обещать. Вы знаете, золотые горли. Но прежде чем что-то пообещать, следует хорошо подумать. А смогу ли я это исполнить? Выпал. Почему? Да потому что Бог не благоволит к тем, которые обещают и не делают. Вот, пожалуйста, книга «Экклезиаст». Мы давно ее не читали. Когда даешь обещание Богу, то есть обещание Богу, то немедленно исполнить его. Потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполнить. Ну и далее, естественно, лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить. Аминь. Ну, я вам хочу такой пример привести. Есть глупые святые обещания. Никому не нужно глупые святые. Ну, это, например, обет безбрачия. Католитизм. Ну, целебат, так называемый. Обет безбрачия. Это глупо. Зачем? Господь совершенно не требует такой жертвы. Он не требует. Ну, извините, если ты стал священником католического и обещал, то лучше тебе исполнить. А не заниматься, извините, гомосексуализмом. К женщине как бы не прикасаются. Понимаете, да? Лучше тебе все-таки исполнить. Это и в 14-м псалме, по-моему, есть. И если ты клялся хотя бы злому и не изменяешь, то тебе сейчас это зло, но ты не изменяешь, ты исполняешь. Что же тебе поклялся? Следующее. Шестое. К жертве Богу относится еще один. Такой немалолажный эспект. Это наши пожертвования. О-о-о! Пикантная тема, которую сегодня Дима касался. Хочу начать с того, что пожертвования относятся к жертве. Ну, однокоренные, да, слова? Но жертва не относится к пожертвованию. Жертва несомненно больше. Аминь. И жертва Иисуса Христа. Она к пожертвованию не имеет никакого. Жертва больше. Для наглядности я вам приведу пример, который я, кстати, недавно вычитал в общении Верующих. Знаете, присылаю. Такая притча была. Однажды через селение проходили два усталых, голодных путника. И ели плетутся. Их увидели свинья и курица. Курица говорит свинье. Послушай, мне так их жаль. Давай накормим их. Сделаем яичницу с ветчиной, с беконом. Свинья подумала и отвечала. Да. Ну, знаешь, курица, ты, конечно, очень добрая. И такая отзывчивая. Ну, пойми, что для меня это будет, для тебя, вернее, это будет пожертвование. А для меня это будет полная жертва. Понимаете, да? Да, жертва это далеко не пожертвование, но они близки, конечно. И очень хорошо, когда мы делаем пожертвование. Без этого дело Божье не продвинется, оно будет сильно страдать, и мы это ощущаем. Если вообще изучать Писание, то видно, что одна десятая всех наших средств, всех наших доходов, это совсем не наше. Вот так вот, скажем, как. Не наше. И я приведу тот же текст, который приводил Дмитрий, только немножко в сокращенном виде. Малахи. Подождите. Можно ли это Бог? Такой гиторический вопрос задает верующим, геодей. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Это Бог говорит, да? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Ну так, удивлённо. Значит, чем мы обкрадываем тебя? Он, десятиною и приношением. Две разные вещи. Десятиною и приношением. Принесите все десятины в дом хранили, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте меня. Вот принесёте и испытайте меня. Не открою ли я для вас ответствий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? Пожалуйста. Испытайте Бога. И мы знаем, что действительно всё Божье. Он сказал, небо, престол мой, земля, подножие ног моих. Какой храм сожиждите мне? Что вы мне посоветите? И вообще, всё без исключения принадлежит Богу. Даже маленький атом, микрочастица его. Вот давайте ещё один текст. Ибо мои все звери в лесу. И скот на тысячи годов. Если бы я взалкал, то есть захотел бы кушать, я не сказал бы тебе. Понимаешь, Бог бы не подошёл, говорит, Юра, я хочу есть. Нет. Он бы, я то и не сказал. Ибо моя вселенная и всё, что наполняет мне. Аминь. Он не нуждается в этом. Это, видимо, что-то нужно нам для чего-то. Чтобы мы проверили этим даянием своё сердце. Этой жертвой своё сердце. А как оно? Любит ли оно действительно Бога? Или оно только говорит, что оно любит Бога? Откуда взялась эта десятина? Вот люди сейчас заинтересуются. Ну, что это такое? Богу не нужно, а тем не менее, десятина есть. Откуда? И вот есть один интересный текст, ему надо, конечно, долго объяснять. Вот он. Клялся Господь и не раскается. Ты, священник, починенный мелкие сады. Это кто ты? Это кто ты? Иисус Христос. Иисус Христос. Ты, священник, починенный мелкие сады. Кто такой мелкие сады? Опять-таки. Вот я знаю, что семинаристы знают. Откуда был бы священник? Священник. Священник. Первосвященник. Мир. Без рода, без племени. Не знаю, откуда взялся. Священник Бога Всевышнего. Когда он появился? Один-единственный раз в Писании. И его все евреи чтут. Потому что это когда Авраам шел с победы над Салимом. Когда он Лота отвоевал. И все, что у него было. И ему навстречу вышел этот Мельхеседедед. Царь Салима. Царь мира. И что он ему вынес? Хлеб и вино. И вы это прекрасно понимаете. Что и Авраам в благодарность отдал ему десятую часть всего, что наоборот. Для нас Христос вынес хлеб и вино. В таинстве. Да? В таинстве. И мы в знать благодарности отдаем ему десятую часть нашего Дорога. И еще я хотел бы так сказать, что пожертвование это не так то просто, как кажется. Есть много духов, которые витают и совращают, мешают. Дух жадности. Жадность. А-а-а. Кому-то жалко. А кто-то сверхмеробережлив. И как в Писании написано. Сверхмеробережлив. Копеечка, копеечка. А все беднеет. А другой тратит. И ему все прибавляется. Есть, да, такой закон? В Писании написано. Так вот. Благословение хотят, конечно, все. Но вот жертвы от кубов. И в нашей церкви, к сожалению, эта проблема есть. И она налицо. Хочу вам рассказать еще один случай, как из этой проблемы один товарищ с блеском выкрутился. Он американец, художник. Писал и продавал картины свои. Но будучи человеком верующим, он, конечно, десятую часть отдавал в церковь. Дело у него пошло в гору. Он стал развиваться. Стал жертвовать больше. Купил художественный салон. И денежный оборот, естественно, увеличился. Понятно. И вот, когда суммы стали так зашкаливать, заходить за миллионы долларов, он понял, что жертва больше не может. Отдавать сотни тысяч долларов. Как? Ну, как мы говорили, да, жаба задушила. И он решил, принял такое оригинальное, вы знаете, даже очень решение. Он продал все и пошел учиться в семинаре. Все. Он избавил себя от этих учений материалов. Он продал все, отдал десятины. И стал жить на нищенскую зарплату пастору. Ну, я говорю, вообще. Ну, вот все, мудро. К сожалению, еще хочу сказать, что многие хотят получать, но отнюдь не отдавать. И, в общем, жертвовать, это очень пикантный вопрос, болезненный, не хотят. И даже в молитвах наших, как я уже вам говорил, больше просьб, нежели благодарности. Мы говорим, дай, 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 благослови, благослови, благослови. Следующее в этом пожертвовании материальном, это разумность. Очень важно опять-таки. Я просто прозрачу вам, хочу вам рассказать. Нельзя поддаваться эмоциям. И жертвовать непонятно на что. Потому что иначе нехорошие люди могут воспользоваться вашей добротой. И из добра может получиться зло. Разумность это важно. Господу вообще-то не угодно, чтобы мы впустую разбрасывали. Разбрасывали с идеями, которые имеем по его же милости. Так? Он не хочет. Посему нужно вначале думать, а потом жертвовать. Но я сказал, вначале думать, а все-таки жертвовать нужно. Так вот, к чему я это сказал? У нас был как-то, для примера даже, у нас был в церкви. Вот я помню, семья Рабинских ездила, Кулешов ездил, мы с женой еще кто-то ездил. На Матабуку, помните? И Кулешов ездил. Ну, нет, но я... На Матабуку такой пророк к нам принят, там, призвал. Ну, я думаю, ну, пускай это апостол. На всю жизнь запомнили, правда, да? Жертвуйте 10 тысяч долларов, и вы на всю жизнь обеспечены. Все. Не будете ни в чем нуждаться. Давайте быстренько жертвуйте 5 тысяч. Этот будет меньше благословений, но тоже будет всю жизнь. Ну, понятно, да? Так вот, я говорю, вот, я насчет этого. И люди поддавались этим эмоциям. Поддавались. Они жертвовали. Ну, я не имею в виду тысячи долларов. Ну, все равно то, что было. Отдавали. Разумность. И еще, не всякую жертву возлюбленную Бог принимает. Еще один текст. Внимательно все прочитаем. Оля, ты не читай. Жертва нечестивых мерзость. Особенно, когда с лукавством приносят их. Есть случаи, к сожалению, когда человек приходит в церковь. И жертвует. И знаете, и много жертвует. И просит благословений. Но кто это? Ну, например, на воровской бизнес. На бандитизм. Есть такие примеры. Так что же получается? Что вор или бандит предлагает Богу стать подельником. Помощником ему в его преступлении. Это мне известно. Есть и другой пример. Недавно совсем, может быть месяц назад, я лично видел по новостям. Один меценат, большой, богатый человек, я не помню, по-моему, Владимир, построил храм и одарил верующим. Храм, да, с куполами золотыми. Но на входе барельеф из камня полностью на входе Иисус Христос. И он с его семьей. Во весь рост громаднейший. И они приходят, и на руках он держит макет этого храма. Как вам? Это ли не мерзость? Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Тропа. Вот как? Как? И вряд ли нормальный, богобоязненный человек пойдет в такую церковь. Пожертвование не самое важное. Сначала, конечно, нужно отдать Всевышнему свое сердце. Исправить свои пути. Научиться жертвовать так, как я, и тем, чем я описал вам выше. А вот затем уже приносить материальную лепту в дело Божие. В некоторых церквях приходилось слышать, я слышал, много раз такие высказывания. Ну, это Дима немножко прикоснулся к этому. Нужно давать десятину, чтобы Бог мог воздать вам во сто крат. Вы не слышали? Я часто. Вот вы давайте десятину, поэтому нужно ее давать, чтобы Бог вам воздал во сто крат. А то же не за что богать. А, и опять же, недавно где-то я увидел в интернете рассылку, что один не жертвовал, не жертвовал, не ходил в церковь, а потом вдруг что-то решило, перекрыло. Думаю, дай я пожертвую. И значит, что-то 100 рублей сунул. И вдруг, ну, уже закончилось служение, и бежит, вдруг бежит со всех ног, залегает, пастор, Бог воздал мне, я нашел вот на... Вот я просто, говорит, бросил, брат, на тебе твои деньги, подачку твою, понимаете? От сердца. Ну, как-то так. Так вот, и чтобы вот такой процесс, такое мышление не было, как это, вроде, как банк, как бизнес, да? Вложил деньги и получил с процентами. Это самое обыкновенное лукавство, которое мерзость перед Богом. Поджертвование не предполагает компенсации. Понимаете, я хочу... Пожертвования не предполагают компенсации. Иначе какое же это пожертвование? Я вам в самом начале сказал, что пожертвование – это что-то оторвать. Это действительно, это жертва. И хотя мы все-таки получаем часто отдачу, и мы это видим, ну, все верующие замечали, но еще раз подчеркну, что это не должно быть нашей целью основной. Пожертвование – это служение Богу, как завершающий этап. Вот, послушайте еще раз, это мое резюме. Как завершающий этап истинного посвящения, истинной веры. Это печать вашей посвященности и любви к Богу. Пожертвование – это ваша печать любви. В Ветхозаветное время, еще пару слов, израильтяне в храме по закону Моисеева приносили различные жертвы, вот о которых мы говорили. И они нам дают правильное представление относительно наших жертв. Вот я вам потому и сравнил жертву Ветхого Завета и как она проецируется на нас, на Новый Завет. Так что я немножко повторю вам вкратце. Жертва Богу – дух сокрушен. То есть первая нужда – это покаяние. Покаяние и обращение к Богу. Вторая – это может быть хвала и благодарение. Еще одно – общение. Затем наше сердце, разум, способность. То есть наше тело всего себя отдать Богу. В пожертвовании потом разумность. В материальных пожертвованиях. И, конечно, искренность. Не из корыстных отделов. Я думаю, что это будет в вашем откровении. Эти слова не пролетят мимо. Да благословит вас Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте.